ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Неожиданно! В Госдуме, сообщает российская газета, в основном чтении прошли неизвестные ранее поправки, разделяющие процедуры прохождения технического осмотра и оформления ОСАГО То есть для покупки автогражданки диагностическая карта не потребуется, якобы новшество вступит в силу 22 августа этого года Что же получается, на ТО мы вообще перестанем ездить, но не надо забывать о том, что с марта следующего года существовавший ранее штраф за отсутствие техосмотра вернется, размер взыскания 2000 рублей ТРАССА 101 И еще о техническом осмотре тоже неожиданно Министерство внутренних дел предложило сделать его необязательным для владельцев легковых авто, которые используют их исключительно в личных целях Мол, все должно быть на твоей совести, хочешь – проходи ТО, не хочешь – не проходи И это, кстати, идет вразрез с позицией, которую МВД занимало последние несколько лет Оно усердно нагнетало обстановку, говоря о том, что число ДТП, случившихся из-за технических неисправностей, растет Теперь же полицейское ведомство хочет отпустить частников с миром Дескать, работы нам и без того хватит, имея в виду техосмотр автобусов, грузовиков, такси, отменять которые никто не собирается Трасса 101 Глава ГИБДД Михаил Черников высказался против уменьшения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час Такую позицию он озвучивал и ранее Генерал-лейтенант заявил, что те, кто призывает снизить порог, думают в первую очередь о взимании штрафов, а не о дорожной безопасности Резко, не правда ли? Добавлю, в мае правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 августа сформулировать единую позицию по поводу допустимого значения превышения скоростного режима Трасса 101 В тюрьму за ДТП с тяжелыми последствиями или повторную пьянку за рулем в России попадают в основном мужчины По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД, в прошлом году их было почти 97% от общего числа осужденных, а общее количество 63 тысячи В основном речь идет о гражданах в возрасте 30+, не обладающих постоянным источником дохода и имеющих среднее профессиональное образование На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания